Руководитель муниципального казенного учреждения Читы городские дороги Лилия Кучина задержана 24 января. Это может быть связано с делом о взяточничестве Алексея Котова, сообщают некоторые СМИ. По информации издания, предварительно Кучина будет находиться под стражей 48 часов на время работы следователей. Инсайдеры сообщают, что она после допроса в одном из правоохранительных органов была отпущена. Кроме того, есть информация о времени изъятия документации из возглавляемого ей предприятия. Напомним, что Котов был арестован в апреле прошлого года. Тогда в офисе ДМРСУ и в его собственной квартире были проведены обыски. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 290 Уголовного кодекса. Это получение взятки в особо крупных размерах. Оперативную разработку вели сотрудники ФСБ. Уголовное дело направлено в прокуратуру. Обвиняемый признал свою вину и находится под домашним арестом. В интернете появилась петиция с просьбой построить пожарную часть в Смоленке. На момент публикации новости ее подписали 129 человек. Отмечается, что люди подавали обращение к депутату Госдумы Скачкова, губернатору Забайкале Осипову и в Краевой МЧС. Но о результатах рассмотрения обращения автор петиции ничего не сообщил. Теперь из СМИ мы узнаем, что в планах Министерства строительства Забайкальского края на 23-24 годы нет строительства пожарных частей. Считаю, что пожарная часть в поселении Смоленское очень нужна, поскольку население растет. В этом году будет сдана общеобразовательная школа, заключила автор петиции. В вопросе сетевого издания Запру на тему, почему вы хотите покинуть Читу, приняли участие 758 человек. Больше всего голосов 44% собрал вариант ответа «Ужасный климат и плохая экология». Вариант ответа «Высокие цены на продукты и услуги ЖКХ» собрал 40% голосов. Также жители города хотели бы уехать из Читы из-за неподъемных цен на недвижимость и желания дать лучшее будущее своим детям. За оба варианта проголосовали 36% опрошенных. Читатели из Запру не устраивают также безработицы и низкие зарплаты 33%, плохая инфраструктура 30%, бездарное управление городом убивают Читу. Такой вариант ответа появился в комментариях под опросом. Блогер Илья Варламов, который ранее дал Чите название «Мусорные столицы», посмеялся над главой Читы Евгением Яриловым, разбившим дорогостоящую намарку на дороге города. Об этом Варламов рассказал на своем YouTube-канале. Чита – один из самых грязных, депрессивных и жутких городов России, есть в Чите Евгений Ярилов. У него дела идут гораздо лучше, чем у многих читинцев. Потому что ездит он по грязной, заваленной мусором Чите на роскошном внедорожнике «Лексус». На этой неделе у него случилась беда, можно сказать, карма. Он угодил в яму на одной из городских дорог, заявил он в видеоролике. Варламов отметил, что решение Ярилова не обращаться в суд, на Комитет городского хозяйства из-за некачественной дороги были правильными, поскольку в расследовании главное – не выйти на самих себя.